Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим про очень важную тему чтения Шма-Исраэль. Итак, есть заповедь истории утром и вечером читать Шма-Исраэль. Это декларация про наши отношения со Всевышним. Там мы говорим, что Всевышний наш царь, он дал нам специальные заповеди, следуя которым нам будет хорошо, и не дай Бог, нарушая которые, нам будет не очень хорошо. И вот Талмуд Вавилонский в трактате Брахот. Начинается Талмуд с обсуждения, в какое время и как нам правильно читать Шма-Исраэль, когда читать вечером и когда его читать утром. Это самое начало Талмуда. Говорит нам Талмуд. Итак, когда нужно читать Шма вечером, нужно читать Шма вечером, когда уже вышли звезды и начался новый день. Но проблема в том, что Талмуд так не говорит. Было бы очень просто, если бы Талмуд сказал, читай, пожалуйста, вечернюю Шма, когда выйдут звезды. Но Талмуд говорит, знаешь, когда читай вечернюю Шма? Когда священник, который стал нечистым, идет кушать свою еду, которая имеет святость, по вечерам. Что имеется в виду? Священники – святые люди. И еврейский народ приносил им такие специальные плоды, отделял десятину, которая обладала святостью. И священник, который сейчас по какой-то причине стал нечистым, не имеет права ее кушать, пока он не окунется в микву, не дождется выхода звезд. И тогда тот нечистый священник может снова вернуться к своему обычному состоянию чистоты духовной и кушать вот эти все святые плоды, вот эту святую еду. И это тоже происходит после выхода звезд. Шма мы читаем после выхода звезд. И священник, который очистился, может кушать приношения после выхода звезд. Задается вопрос, почему все так сложно? Почему Талмуд мне не говорит, читай шма, когда выйдут звезды? Это мне понятно. Я выйду на улицу, и я увижу прекрасные красивые звезды над Иерусалимском небом, в Иерусалимском небе. И я знаю, что можно читать шма. Зачем Талмуд мне привязывает вот эту вот ситуацию с этим нечистым священником, который ждет выхода звезд. Потом он может уже, если он окунулся, кушать вот святыни, вот эти вот приношения. Зачем мне такая привязка? Зачем мне вот такой вот сложный ориентир? Я этого священника в глаза никогда не увижу. Я живу в городе, где вообще священников может быть и нету. Зачем мне такой сложный ориентир понимания, когда читать вечернюю шма? Если есть совсем простой и очевидный ориентир, просто звездное небо. Что здесь за секрет? А секрет очень-очень интересный и очень-очень-очень важный, как и в принципе все, что написано в нашей святой Торе. Тора нам привязала время чтения шма и указала на ситуацию со священником, чтобы ты не только понял, в какое время читать шма, а ты понял еще один важный урок. Какой же урок? Почему священник, который стал нечистым, с выходом звезд снова возвращается к своему статусу чистоты, если он окунулся в микву и может кушать святыни, потому что произошел какое-то изменение, смена дня, когда день меняется на ночь, когда происходит такое обновление, ты, нечистый священник, тоже обновляешься и становишься святым и чистым снова, потому что случилось обновление, когда меняется время суток и начинаются новые сутки, выход звезд, меняется весь мир, обновляется, и ты, нечистый священник, тоже обновляешься. Именно это хотел нам сказать Талмуд. Ты знаешь что, дорогой друг? Ты собираешься читать шма Исраэль. Что такое шма Исраэль? Это принятие ярма небес, что Бог твой царь, Он твой создатель. Ты в этой жизни не можешь сделать все, что хочет вот этот твой биоскафандр. Кто-то хочет поесть, идет поесть. Кто-то хочет такую еду, кушай такую еду. Все не так работает. Есть Творец и есть очень четкие законы духовные. Точно так же, как есть четкие законы физики, химии и так далее, и так далее. Есть законы духовные, которым нужно следовать, и ты принимаешь на себя эти законы. Ты принимаешь на себя вот этот факт, что есть Бог и есть его заповеди. И это что происходит с нами, когда мы читаем Декларацию шма Исраэль. И сразу говорит нам Талмуд, что Тора нам сказала читать ее утром и вечером, потому что в это время обновляется мироздание. Утро — новый какой-то этап в твоей жизни, новый этап в мироздании. Наступила ночь, опять новый этап. Точно так же, как у священника, мы видим, что все обновляется так наглядно. Он был нечистым, а когда зашло солнце, вышли звезды, он стал вновь чистым, и он может кушать святыни. Что-то изменилось в мире вот с этим switch, с этим изменением дня и ночи. И поэтому Тора нам говорит читай утром, когда начался новый этап в твоей жизни, шма Исраэль. Принимай на себя ярмо Творца и живи с этим пониманием и с этим состоянием всю светлую часть суток. И когда приходит ночь, тоже вновь прими на себя ярмо Творца, прими на себя заповеди Торы и живи так всю ночь. Потому что ночная часть суток и дневная часть суток — это новая часть суток, это новое какое-то время, и это обновление. И все это мы видим из поведения и из состояния священников, которые очищаются, когда идет смена суток. Вот почему Талмуд говорит нам за ориентир, когда нужно читать шма вечером, не три звезды, когда вышли, а когда священник идет кушать свои святыни, когда он очистился, и ты тоже имей в виду, что для тебя тоже случилось обновление. Ночь и день — это обновление, и именно поэтому Бог говорит нам читать декларацию про наши отношения именно в эти части суток. Спасибо огромное за внимание. Сегодня мы с вами изучили очень важную и самый первый закон в Талмуде про то, когда читать шма и сраэль, и почему привязка «когда» нам Тора иллюстрирует ситуацию с тем священником, который обновляется в период, когда смена суток, смена для дня и ночи. Спасибо огромное за внимание. Учите Тору с нами на воигра.ком Субтитры делал DimaTorzok